На самом деле это сейчас единственное событие в Киеве, где собирается интеллигенция. И это, конечно, очень круто, очень трогательно видеть лица людей, которые листают книжки, покупают, ну главное, что вообще формируется вот это пространство нового общения. К сожалению, ни в Киеве, ни в Украине нет ни одного системного пространства, где бы это можно было видеть каждый день. И это, на самом деле, очень грустно, потому что это и есть символы современной Украины, а они у нас только событийные. Ну, посмотреть просто, что Украина жива и она как бы развивается. Ну, не только миром потребления, но и духовным, культурным. А это, на самом деле, первичным. Я хочу еще раз приветствовать всю команду книжкового арсенала с тем, что я особисто мав честь быть присутствием на лондонском книжковом ярмарке, где урочисто было номиновано книжковый арсенал украинский, киевский, как лучший литературный фестиваль. Это наша спальна велика перемога. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Это, на мою думку, один из самых больших штрихов этого феста, этого ярмарка, в том, что мы не только озираемся на лучшие изразки святой литературы, книговедания, анализуем видавничий процесс, а и в том, что показываем тем людям, которые сюда приходят и, соответственно, земли, которые про это напишут, что, ну, сори, не только, как Шевченко сказал, когда-то давно, мы эту цитату постоянно повторяем. И чужому научитесь, и своего не цурайтеся, но на самом деле мы своего чему-то очень долго цуралися, и, власне, своего того, что тут и теперь происходит. Видавничий рынок дещо ожив, пожвавився. Перш за все, за рахунок 14-й рік революції гідності, особливо молодь, почала цікавитися історичною, культурологічною літературою з розумілих причин, оттоді був поштовх. И видавцы пожвавившали, почали видавати, как вітчизняный контент, так и зарубежный, очень много нонфикшену. И буквально за один-два роки перший голод было втамовано. И уже покупец стал больше вимогливым. Він уже почав цікавиться, чтобы эта книжка была не просто там, какого-то имени того автора, чтобы она была цікава. И не только цікава, чтобы она была видана классно, чтобы это были врахованы и шрифты, и дизайн, верстка, и полиграфичная складова. Тобто наш читатель становится все больше вимогливым.